В России стартует новая общественная инициатива под названием «Щедрый вторник». Этот вторник наступает именно сегодня, 29 ноября. Якутия присоединяется к этой акции и сегодня в студии мы поговорим о том, как же дать импульс развитию культуры благотворительности у нас в Якутии и в целом в стране. Это не пропусти главное. Добрый вечер, студия Иван Луцкан. Перед тем, как приступить к диалогу с гостями нашей студии, я предлагаю посмотреть сюжет. Азалия Петухова перенесла в свои пять лет то, чего не испытал, наверное, любой взрослый человек. Операции после разрыва опухоли почки, несколько курсов химии, лучевой терапии, теперь рецидив в виде метастазов в легкие. Все, что сейчас окружает девочку – больничная палата, врачи и мама. Несмотря на временное поражение в борьбе с болезнью, они не теряют надежды. Мы после химии, ну, в Москву должны лететь. Это уже у нас третья будет поездка в Москву, и денег не хватает. Лечение в российских клиниках, куда направляют детей на операцию, оплачивается государством. Но финансовая помощь необходима родителям, которые зачастую не работают, ухаживая за детьми. Им нужно снимать жилье, а что-то жить. Подающий надежды в спорте Гриша Александров мечтал принять участие в играх «Дети Азии». В прошлом году на тренировках повредил колено, думали перелом, оказалось все намного серьезнее – опухоль кости. Ногу ампутировали, несколько курсов химиотерапии, затем удаление метастазов в легких. Борцовский характер мальчика удивляет даже многое повидавших докторов. Самой сложной для меня была операция. Основную – химиотерапию выдержал. Было тяжело, меня рвало. Главное – сейчас выздороветь. Четырехлетний Саша Дроздович гоняет на своем велике по больничному коридору. Но по первому зову медсестры послушно ложится в кроватку, чтобы получить нужную для него сейчас систему. В прошлом году у мальчика диагностировали опухоль заднего средостения, а недавно после ремиссии вновь рецидив. Метастазы обнаружили уже в головном мозге. Лечение по эффективной экспериментальной методике, на которую надеется мама мальчика, стоит не один миллион рублей и проводится только в зарубежных клиниках. Мы надеемся, что в мире же не без добрых людей. Может быть, и улетим, может быть, как-нибудь дособерем, каким путем эти деньги. В Якутии ежегодно онкологический диагноз ставится в среднем 20 детям. Лечение каждого из них занимает от 1 до 5 лет. Дети нуждаются не только в медицинской помощи, но и в помощи своих родителей, родственников, окружающих. И при хорошем лечении, уходе, отношении к ребенке, большинство из них выздоравливает. Помощь онкологическим больным в последние годы стала намного эффективнее именно благодаря благотворительным организациям. И от неравнодушия каждого из нас зависит жизнь этих детей, только начавшиеся, но уже испытавшие боль и страдания. Туяра Филипова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якуск. Наверное, мой первый вопрос будет, Алена Николаевна, вам. Все-таки, как мы можем помочь этим детям? Добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемый Иван, уважаемые гости. Замечательно, что стартовала такая акция, и очень хорошо, что наша республика присоединилась к этой акции. И я думаю, что эти сюжеты, которые сегодня мы увидели о троих детях, к сожалению, их больше. Просто мы с врачами выбрали тех детей, которые особо больше нуждаются сегодня. И я думаю, что вот благодаря тому, что Якутия взялась за этот проект и сегодня впервые проходит, и то, что Министерство гражданских инициатив поддержало, национальная вещательная компания, думаю, что будет реальная помощь этим конкретным детям. Ну, в этом году исполняется 15 лет благотворительному фонду «Праздник жизни». Это родительская организация, некоммерческая. Конечно, очень морально сложная работа, потому что у каждой семьи своя история. Получается, вот, ну, государство, конечно, поддерживает. Лечение у нас бесплатное. Благодаря вот новому министру Михаила Хлопкова сейчас детей старше 15 лет стали принимать в отделение детской онкологии. То есть дети сейчас лечатся. Но вы слышали, какие трудности. Если они выезжают за пределы республики, если они приезжают в Бурденко, например, да, или Дима Рыгачева, клинику, то приходится родителям и снимать квартиры, и дополнительные лекарства покупать, и какие-то анализы проходить. И в этом, конечно, необходима наша помощь. И сегодня вот щедрый вторник, неспроста он так называется, потому что щедрый вторник – это не просто проводить акции, но и благодарность. Потому что я сегодня хочу поблагодарить в первую очередь, конечно, врачей. Потому что врачи – это ангелы в белых халатах. Это ангелы с крыльями, которые дарят надежду, дарят веру. И они спасают детей, что дети сейчас, после того, как они выздоравливают, не только вот становятся, скажем так, полноценными членами общества, да, они поступают учиться. История 15 лет очень большая. И сейчас у нас дети поступают учиться в учебные заведения, в высшие учебные заведения. Создают семьи. У нас две семьи есть. Это очень хорошо. И когда они в Москве вот уже третий раз участвуют в боготворительных акциях, в играх победителей, да, то уже получается, что они не только побеждают болезнь, но еще становятся вот, ну, борцами. Вот у нас есть в студии мама, Саша Александрова, Гриша Александрова. Расскажите, с какими трудностями вы столкнулись и какая помощь сейчас необходима сыну? У нас вот остеосаркома малоберстовой кости голени и ампутировали ногу в прошлом году. И метастазы тоже брали в прошлом году и в этом году тоже. Но РСИДИП опять появились метастазы в легком. И операции, на операцию надеемся, конечно, у нас в Санкт-Петербург. Пока еще неизвестно. А какие-то стоимостные характеристики уже есть? Сколько стоить будет операция? Ну, операции сейчас в Санкт-Петербург, если поедем, то бесплатно будет. Конечно, ребенка только заберут в больницу, а я же все равно буду снимать квартиру и там жить. И сколько времени там будем, неизвестно. Вот, конечно, только что на экране были реквизиты фонда «Праздник жизни». Я так понимаю, что можно тем, кто пожелает, меценатам, участвовать в нашей акции «Щедрый вторник» и перечислять на помощь нуждающимся именно на этот счет. Вот к врачу вопрос, да. Сейчас вот показали трех детей, да, которые вот больше всех сейчас нуждаются в помощи. Эта помощь только ли финансовая или же нужна какая-то еще другая помощь от меценатов? От меценатов, ну, детям нужна больше, наверное, финансовая помощь. Да. А так, у нас кроме троих детей еще есть трое в данный момент с рецидивами тоже. Им тоже нужна помощь, они химиотерапию только начинают. А наблюдается ли рост какой-то онкологической патологии за последние годы? Вы какой-то анализ проводили? В среднем по Якутии заболевает 20 детей в год. Из них лейкоза на первом месте, рак крови, и опухоль головного мозга на втором месте. Людмила Лесовна, все-таки Министерство здравоохранения Республики оказывает посильную помощь, уже об этом было сказано, но если ее конкретизировать, в чем именно она выражается? Медицинское сопровождение вот таких детей с онкологической патологией, оно, конечно, сегодня достаточно четко налажено и в Республике, и в Российской Федерации. То есть дети получают диагностику, если надо, они получают весь спектр лекарственных препаратов, в том числе и по химиотерапии. Проходят это лечение по международным стандартам, то есть эти протоколы, они на уровне всего мирового сообщества разработаны. Если надо сопровождение или направление в медицинской клинике Российской Федерации, то это тоже проводится в полном объеме. Сегодня есть ряд других проблем, которые касаются социального сопровождения. Вот сегодня говорили, во-первых, если выезжают родители за пределы республики, то, понятно, необходимо оплачивать проживание. Эту не в программу госгарантии, оно никуда не входит, поэтому, естественно, со стороны органов исполнительной власти это поддержано быть не может. Вторая достаточно серьезная проблема, когда дети проходят химиотерапию в любом случае, и у них продлевается срок жизни, дети живут, но им необходима реабилитация. Сегодня условий для такой реабилитации, естественно, ни мы, ни система здравоохранения предоставить не может. То есть мы не говорим о санаторно-курортном лечении, хотя есть дети, которые уже выходят, которые находятся в ремиссии, их надо поддержать. Им сегодня противопоказано санаторно-курортное лечение, но тем не менее какой-то отдых, он может быть организован. И, конечно, он может быть организован за счет каких-то дополнительных финансовых средств, которые идут из других источников. И, наверное, самая большая проблема, она имеет место быть, хоть я и говорю о том, что действительно мы лечим по международным протоколам, но иногда бывает необходимость, и это бывает чаще всего последняя надежда родителей, у них есть желание, это последняя, как бы сказать, может быть, просьба от нас, от органов исполнительной власти о том, чтобы все-таки они верят, что ребенок будет жив, они хотят, что он будет жить, они просят проезд за границу. Это тоже делается только через Министерство здравоохранения Российской Федерации. И понятно, что это решение принимается крайне-крайне редко. Вот за последние 10 лет, я знаю только один случай, когда мы отправили ребенка за границу официальным путем, а остальных у нас возможностей и источников нет. Поэтому сегодня то, что касается протоколов лечения, просто сопровождения, это все выполняется. Но есть ряд функций, которым нужна детям. Они должны понимать, что они нужны обществу, что общество о них заботится. Просто одной медицинской помощи для этих детей мало. Вот вы сказали об обществе, и вот, Алена Николаевна, все-таки есть те меценаты, которые регулярно помогают? За 15 лет, конечно, благодаря только очень добрым людям мы работаем и поддерживаем семьи с онкологически больными детьми. Конечно, в первую очередь, «Щедрый вторник» я хотела поблагодарить наших друзей. Это «Металлторг», который уже, ну вот, скажем, 7 лет помогает и оплачивает зарплату нашему сотруднику, потому что надо снимать ящики. Очень большая работа, общение с родителями. И очень много благотворителей, которые создают комфортные условия печенья в отделении, это стиральные машины, холодильник. То есть, чтобы родители, которые приехали из Улусов, чувствовали себя как дома. Это очень важно. И проводят долго, Алена, как раз. Да. Еще кого-то хотите поблагодарить? Обязательно. Хорошо. Тогда я предлагаю небольшое время криваться на рекламу, а потом продолжить диалог в нашей студии, как раз по благодарности. Итак, мы продолжаем разговор, и в нашем следующем сюжете мы представим еще одного простого мецената. Ну, вот я помогаю. И хочу, чтобы мои земляки вообще помогали, кто сколько может. И призываю, чтобы мои земляки жиганские и вообще по Якутии помогали детям. Это беда, кто не застрахован этой болезнью. Это плохо, когда дети болеют. Ну, когда я в больнице лежал с сыном, видел детей таких больных, бегают они так. Ну, сразу волосы падают они, лысые бегают. Страшно смотреть. Вот герой этого сюжета, Валерия Суханова, наши корреспонденты отыскали в Жиганске. Он уже на протяжении долгого времени помогает частью своей пенсии через благотворительный фонд «Праздник жизни» детям с онкопатологией. В 81-м году Валерий потерял своего сына как раз из-за онкологической болезни. Я от всей души хочу поблагодарить Валерия Филипповича, потому что я впервые его вижу. Это вот со своей пенсии, я считаю, что это такой очень хороший гражданский посыл всем, потому что очень важно делать, пусть понемногу, но ежемесячно он делает из своей пенсии. Мы очень благодарны таким нашим благотворителям, которых большое доброе сердце и которые желают выздоровления детям, которым сегодня очень сложно. Можно жертвовать не только финансовые средства, кто-то оказывает психологическую помощь, кто-то помогает вещами, а кто-то отдает частичку себя. У нас как раз в гостях в студии Афанасий Лугинов. Он тоже является донором, жизненным донором. Расскажите свою историю. Как и все многие доноры, в 2002 году у меня заболела сестра, которая лежала в гемодиализе на протяжении пяти лет. Это долгий срок. И попросили, чтобы я прошел обследование. Ну, я прошел около месяца обследования. И все у нас совпало. И решил отдать сестре, родной сестре, левую почку. И от этой, ну, как сказать, матери четырех детей. Сейчас у нее шестеро внуков. Живет счастливо уже. Четырнадцатый, четырнадцать лет уже. Ну, а как вот, я думаю, что вот эта благотворительность, она должна быть в нашей жизни. Кто-то, кому должен помогать, обязательно. Вот это доброе сердце должно быть, я думаю. Ну, она вот воплощается, вот. Ну, я когда заведующим отделением Николаев Александр Владимирович, меня иногда просил приходить. Там многие, ну, есть подготовленные пары, ну, как вот эти, как называют это, доноры. Ну, психологически немножко боятся. Ну, где-то, как получится результат и так далее. И он меня приглашал, вот, давай, вот, Афанасий Афанасьевич, давай, проведи работу с ним. Как ты вот после этого себя чувствуешь? Я чувствую себя прекрасно, надо сказать. Ну, и до сих пор, ну, я работаю, надо сказать. Создаю свою частную спортивную школу в Перегороде. Ну, занимаюсь с детьми, даже тренируюсь, тренирую их. И, ну, и даже вот занимаюсь строительством, в общем, все могу делать. А вот как вы, допустим, относитесь? Веду здоровый образ жизни. Еще я хотел бы, я сказать, у меня сестра, вторая сестра имеет, ну, как, этот, этот, трупного... Ну, донора. Донора, трупного донора уже живет уже 19 лет. И тоже вот поддерживать здоровый образ жизни, это я считаю, что довольно, ну, очень хороший срок. И вот как-то вот у нас так получилось, а получилось, что... Анастасия, а вот все-таки вы как относитесь к тем людям, которые скрывают о том, что они благотворители? Вот по данным, 52 миллиона человек участвуют в благотворительных проектах, и из них 43 миллиона об этом молчат. Они скрывают о том, что они помогли кому-то. Может быть, наоборот, они бы своим примером бы сподвигли кого-то? Ну, скрывают, ну, это от человека зависит, наверное. Ну, я тоже, меня тоже многое не знали. А вот сейчас вот такая акция, вот ко мне вот подошла Наталья Каратаева. А вот она тоже два года назад получила от отца почку и живет сейчас, ну, так, даже руководить этим делом, общественным движением, и считаю, что неплохо. И это вот... Она вот просит, давай, говорит, давай. Ну, я еще рад, ну, помочь в этом деле. Именно вот... Финансами не могу. Сам как-то у нас создаю вот свою частную спортивную школу. Очень много трудностей. Она у меня называется «Реал-надежда». Ну, я вообще-то в жизни вторую школу открываю. Как-то в этом городе Нерингре открыл спортивную школу еще в 89-м году. Оттуда вышли столько мастеров и международного класса, членов сборной команды, команды России, на Союзах в то время были. А потом, а сейчас вот здесь уже на пенсии все равно я не сижу и что-то двигаю делать. Вот у нас на экране как раз, опять же, мы напоминаем счет для помощи онкологическим больным детям фонда «Праздник жизни». Желающие могут принять участие в нашей акции и перевести туда средства. Но, опять же, возвращаясь к тому, что не только средствами можно помогать. У нас в студии и молодежные добровольческие проекты. Молодежь у нас всегда говорит, денег нет, но мы поможем своим добрым сердцем, да, к какими-то волонтерским движениям. Вот что вас привело к этому? Всем здравствуйте. Я Гуринов Максим, руководитель добровольческого центра ППОС и УФУ. Да, не только материально можно помогать людям. Например, наш добровольческий центр, активисты ППОС, не раз бывали в детском онкологическом отделении. Мы, могу сказать, что на днях были там. И что мы можем сделать для них, так это принести хорошее настроение. То есть, чтобы люди не думали только о болезни, не уходили в себя. Мы приносим хорошее настроение, праздник. То есть, мы играем с ними в игры, вводим хорводики, да, поем песни. Мы проводим мастер-классы. Вот на днях мы проводили мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек, ну, хендмейт, да. У детей было очень хорошее настроение. Ну, и также мы, конечно же, с пустыми руками не приходим. Мы дарим какие-нибудь подарочки для них. А вот что именно вас лично сподвигло заниматься благотворительностью? Ведь не каждый молодой человек или девушка готовы на это. Вообще, волонтерство, оно приносит удовольствие человеку. Потому что у каждого человека есть такие чувства, как сострадание, переживание, сочувствие друг к другу. Вот, и я считаю, это самое главное качество, которое должно быть в человеке. Ульяна, вы культурно-массовый сектор, да, ППО СУФУ? Всем добрый вечер. Я Ульяна Иванова, председатель комиссии по культурно-массовой работе ППО СУФУ в точке кипения. И помимо того, что мы проводим культурно-массовые мероприятия в СУФУ, мы еще и занимаемся тоже добровольческим делом. Например, недавно, 29 октября, мы провели тематический вечер в помощь студентке финансово-экономического института. И у нас вообще каждый год проводятся конкурсы красоты в факультетах и институтах, и в основном они все у нас благотворительные. Примерно сумму собирается примерно 100 тысяч, возможно, даже больше. И все они передаются детям и людям, которым вообще нуждается помощь, да. Помимо этого, наши студенты постоянно выезжают на Тимуровские работы, постоянно помогают пожилым людям и тому подобное. И мне кажется, что среди молодежи заниматься добровольческими делами – это очень модно. Именно благотворительностью, помогать и протягивать руки помощи тем людям, которые нуждаются. И в СУФУ на первом месте, скорее всего, у нас стоит именно добровольчество и волонтерство. Вообще вот много откликается молодежи? Или иногда приходится включать административный ресурс? Все идем помогать. Или есть те, кто искренне помогает? Ну вот у нас, например, да, в ПУПО СУФУ, у нас очень большая организация. Там состоят почти все студенты СУФУ. И мы никого не заставляем. Все у нас идут добровольно, все помогают. И, ну, добро добром, как бы, поэтому никого никогда не заставляли. А что нужно сделать для того, чтобы молодежь активнее принимала участие, на Ваш взгляд? Максим, может, Ульяна? Ну, вообще, первостепенная цель волонтерства – это популяризация ее среди молодежи. Ну, потому что за именно волонтерством стоит вообще, ну, будущее. Потому что именно волонтерство воспитывает такие качества, как моральные и духовные. Вот. И наша цель, несомненно, стоит первая именно такая. Мы вообще делаем добровольческая деятельность, она неограниченная вообще. И ту помощь, которую можно сделать, она абсолютно… Любые подходы к ней именно есть. И всегда найдется тот человек, чьи возможности позволяют именно помочь в какой-либо деятельности. Например, если человек очень хорошо делает поделки своими руками, мы делаем какие-нибудь открыточки и пишем на них пожелания, даем в дом престарелых. Им очень это приятно, потому что, прежде всего, для них не хватает именно внимания. Если, например, у нас какие-то студенты умеют делать ледяные скульптуры, вот в преддверии Нового года детские дома часто нуждаются именно в таких скульптурах. Если человек очень хороший аниматор, хорошо общается с детьми, он едет либо к детишкам в отделение, либо в медцентр играется с ними. И всегда, когда мы проводим какую-то добровольческую акцию или организуем мероприятие, любой человек может принять в этом активное участие. И студенты чаще всего откликаются на такие просьбы, никогда не остаются в стороне. Ну вот молодежь, хорошо, она активная сейчас, прогрессивная, стремится помогать. Ольга Михайловна, у вас очень большой опыт благотворительной деятельности, фонд «Дети с Фрази» достаточно давно работает. Вот кто к вам обращается за помощью и кто приходит на помощь? Добрый вечер. Ну, фонду недавно исполнилось 23 года. Мы один из старейших фондов в республике. И нашими, как сказать, сферой наших помощей являются те, которые не... Такие неорганизованные дети, которые не находятся в каких-то больницах, центрах, еще где-то. Это в основном дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, родители которых стоят на учете в полиции и такое. Вот я хотела бы рассказать о акции «Подари волшебство», которая стартует 1 декабря, это буквально послезавтра, в четверг, который мы проводим, 2011 год. Да. Ольга Михайловна, я предлагаю сейчас об этой акции как раз после перерыва на рекламу поговорить. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами, это не пропусти. Главное, на канале НВК СРХ. Мы вернулись в нашу студию. Ольга Михайловна, вы рассказывали как раз о той акции «Подари волшебство» детям, которую вы начинаете 1 декабря. 1 декабря она начинается на портале ЕКТ.ру. Две недели будет проходить сбор денег с помощью купонов. 16 заканчивается сбор подарков в фонде. Население и предприятия будут приносить подарки. И с 21 декабря будет старт дан. Это вместе с межмуниципальным управлением полиции будут выезды переодетых Дедов Морозов и Снегурочек по семьям, в которых находятся эти дети. И в этой акции участвуют мы, информируем про эту акцию. Приходят жертвователи, дети приносят подарки. Люди просто приносят или деньги, или приобретают купоны, или готовые подарки приносят. Вообще, хотелось бы сказать, что если их привлекать к благотворительности, они откликаются. Это нужно хорошо информировать по возможности населения. И обязательно отчет последующий должен быть о том, сколько было привлечено, кому роздано, на что шла эта помощь. В такой же акции подключаются, мы проводим к первому сентября проводили, собери ребенка в школу, тоже для этой категории детей. Потому что многие считают, что нужно помочь детям-сиротам, но они не обделены вниманием ни государства, ни другого общества. Они чрезмерно даже заняты и получают гораздо больше, чем обычные дети, так называемые обычные. А дети из таких неблагополучных, ну так вот не говорится, конечно, неблагополучные семьи. Но те дети, которых родители мало занимаются детьми, они не получат ни подарок, ни ранца. Им не в чем бывает идти ни в школу, вообще ни одежды, ни ранцев, ни школьных принадлежностей нет. И поэтому организовать в этом мы стараемся привлечь внимание общества, и чтобы оно подключилось. И свой такой душевный порыв, оказать помощь какую-то посильную кому-то нуждающемуся, мы стараемся реализовать эту. Вот раскрою тайну, да, ровно два года тому назад я принимал участие в вашей акции. Это было с Жатаевым, вместе с сотрудниками полиции, которые переродились в Деда Мороза, Снегурочки, ходили по одному общежитию. Я сам напросился, чтобы походить вместе с ними, чтобы посмотреть на реакцию детей. И действительно, вот это было очень трогательно. Они, во-первых, не ожидали. К глубокому сожалению, мы встречали иногда и родителей под выпишем состоянии, но дети вот с искренней радостью в глазах. Вот это действительно очень трогало сердце. И спасибо вам за эту акцию. Да, в эту акцию подключаются и журналисты, и полицейские, наши сотрудники ездят. Поэтому это очень благодарная такая акция, потому что мы сразу вот видим радость детей в глазах. И она нужна такая. Светлана, вот фонд «Обними жизнь». Он занимается чем? Добрый вечер. У нас фонд, он немножко новый, по сравнению с этими давно работающими фондами. Существуем всего второй год. У нас довольно специфическая работа, потому что фонд как раз занимается помощью взрослым больным. Например, в России есть известный такой достаточно фонд «Живой», который занимается именно помощью взрослым. А наш фонд именно специализируется на аутоиммунных заболеваниях, именно с клеридермией. И по республике у нас статистика немножко печальная. Всего болеет 275 человек. Это в процентном соотношении. По всем странам, если смотреть, у нас довольно высокий уровень. Это тоже из-за климата, из-за каких-то генных нарушений. И все это у нас. Вот такая печальная ситуация. И еще тоже печальная ситуация, конечно, потому что по России, по статистике, взрослым больным помогают. И всего числа благотворительные, всего 1% населения. В первую очередь помогают, конечно, детям. И в первую очередь больным детям. Больным детям. Я знаю, что благотворители, ну, тоже пообщался с кругом знакомых, они говорят, что чаще помогают те, кто столкнулся сам с этой проблемой в жизни. И вот, допустим, проблема с клеридермией, она касается, скажем, узкого круга лиц. И поэтому желающих помочь, допустим, становится меньше. Так ли это? Да, во-первых, ну, сейчас поэтому у нас информативная работа идет. И профилактика вот заболеваний, выявление его. И вообще вот составление какой-то некой базы, что вообще есть такое заболевание. И, ну, взрослым, да, вот так печальная ситуация на пятом месте стоит. Сначала детям, потом пенсионерам, животным, экологии. И вот пятое место, к сожалению, занимает это взрослые больные. Ольга Михайловна в своем выступлении, она затронула один интересный момент. Это второй пункт, по которому жертвователи говорят, что мы не хотим помогать. Боятся мошеннических действий со стороны самих благотворителей, да, кто занимается потом передачей этой помощи. Вот как решить эту проблему? Нужно открыто опубликовать эти данные обязательно. Сколько получено. После каждой акции, если она так проводится в виде акции, не текущую деятельность публиковать. Вообще, по закону, каждый фонд обязан публиковать отчет о своей деятельности, ежегодный, проводить аудиторскую проверку и сдавать отчет в Минюст. Это фонды обязательно, некоммерческие организации также сдают отчетность. И отчетность гораздо больше у некоммерческих организаций, чем у коммерческих. И эта ответственность большая, потому что это не деньги организации, это деньги других жертвователей. И чтобы вызывать большее доверие, нужно обязательно открыто говорить, приглашать на свои мероприятия, чтобы люди видели, как оно проводится, и чтобы росло доверие общества к таким мероприятиям. Вот сейчас как раз мы просто столкнулись, что в WhatsApp, том же самом, да, рассылают всяческие призывы о помощи. А в реале получается, ну, скажу, может, грубое слово, лохотрон. Да. То, что люди кидают деньги, а на самом деле и помощь-то этому человеку не нужна. Вымышленная выписка из истории болезни, вымышленный человек, он даже и сном, и духом не знает о том, что такое. Вот как с этим бороться? Мы даже не знаем. Мы в прошлом году столкнулись с такой ситуацией, что прошла рассылка в WhatsApp, что женщина заболела раком, у нее там какие-то вот что-то вот случилось с детьми, маленькие дети, вот такая вот помощь нужна. Ну, и указан телефон. Мы позвонили по этому телефону. Оказалось, что это вообще она не давала такого объявления, это какая-то злая, ну, я не знаю, даже шуткой назвать сложно, да. Поэтому обязательно не кидайтесь. Надо всегда проверить эту информацию, которая идет с призывом о помощи. Ее нужно проверять все равно по-любому. Может, она устаревшая информация, и помощь уже, к сожалению, не требуется. Вот самое главное – это проверка. Да, и самое вот, ну, один момент такой очень важный, да. Мы работаем безналичным расчетом. То есть, если расчетный счет существует 15 лет, видно, сколько поступило, от кого и кому пожертвовано. То есть, конкретно идет, кому, куда пошли средства, которые были собраны. Те же ящики, которые у нас стоят в торговых центрах, обязательно ежеквартально у нас выходит отчет, правда, без фамилии детей, но фамилия, ну, не обязательно не указывается. Например, Ольга П. Столько-то лет, откуда этот ребенок и сколько пожертвовано. Людям очень важно видеть, сколько вот они, даже если, проходя мимо, если они 100 рублей уже положили, огромное спасибо. Потому что все это собирается и идет конкретно детям, которые нуждаются вот сегодня. Вот сегодня в сюжете показано трое детей. Но сейчас, сегодня мы уже получили от двоих детей заявление. Это совершенно другие дети, которые мы сегодня не показывали по телевидению. То есть, они тоже нуждаются в помощи. Поэтому очень благодарны всем, кто не проходит мимо, кто помогает. Пусть денежными средствами, пусть своим временем. Потому что вот сейчас добровольцы рассказали, но еще есть профессионалы, которые помогают своим временем. Например, у нас есть замечательный дизайнер Мария Сафронова, сама художник. Она помогает своим временем, своим творчеством, делает дизайн акций. Это уже для нас большая помощь, потому что мы на это уже не расходуем средства. Людмила Лесовна, вот ваш совет, да, как все-таки чиновника с большим стажем. Как сделать так, чтобы люди помогали? Вы сегодня подняли очень серьезную и очень большую проблему. Почему проблему? Потому что, знаете, за последние годы вообще, вот когда видишь, что не можешь помочь вот теми средствами, которые есть, и уже все вроде бы сделано, и набираешь телефон, звонишь и просишь людей, которые достаточно обеспеченные, которые руководят большими предприятиями, и просишь о помощи конкретно для этого ребенка. Знаете, получаю отказ. И вот когда понимаешь, что этого милосердия нет, это катастрофа. Поэтому сегодня то, что вы этот вопрос начали говорить, я думаю, когда все люди проникнутся, то, наверное, мы по-другому станем жить. Эти дети по-другому станут жить. И когда у каждого будет просто потребность чем-то помочь, потому что вариантов помочь очень много, добрым словом, все что угодно, да, но чтобы в обществе вот это была какая-то атмосфера, атмосфера милосердия. И вы знаете, мы лет 8 назад с Сергеей Несаевной Михайловой, она сегодня ректор Северо-Восточного федерального университета, поэтому я очень благодарна детям о том, что они эту акцию. Мы проводили эту акцию такую, да, «Сердце отдаю детям». Мы тогда собрали очень-очень мало финансовых средств, не так, как думали по телемарафону. Но самое интересное, что деньги, которые отдали, отдали простые пенсионеры, простые люди, которые по 5 рублей собирали. Я сейчас предлагаю посмотреть на экране, которые активно присоединились к акции «Щедрый вторник». Сейчас мы покажем те слайды вот тех активных жителей, которые присоединились к различным благотворительным акциям в рамках проекта «Щедрый вторник». И я предлагаю вам всем тоже присоединиться к этой акции. Вот я сделал это до эфира, да, потому что это правда. Я действительно этим занимаюсь, я откровенно об этом говорю, что я помогаю детским домам и инвалидам. Буквально в прошлом году я, допустим, выезжал в Капитоновский дом-интернат вместе с коллегами-врачами. И я думаю, что каждый из вас озвучил то, что тепло вашему сердцу. И мне бы очень хотелось, чтобы вот таких призывов становилось гораздо больше, чтобы вот таких людей, благотворителей, становилось больше, чтобы мы чувствовали вот это милосердие, исходящее от нас, и помогали ближнему, если он нуждается в помощи. Это было «Не пропусти главное». С вами был Иван Луцкан. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!